Итак, мы сейчас будем делать массаж ноги с передней части стороны нашего тела. Многие говорят, что не нужно делать, например, голень, потому что тут мышц нет. Но и правда, мы всю голень практически проработали с той стороны, когда человек лежал животом вниз. Но все равно я ее смазываю, и все равно вот эти мышцы, особенно у спортсменов, прохожу достаточно подробно, отсоединяя их, пытаясь такое упражнение сделать, чтобы оторвать мышцы от косточки. Опять же, можно пройтись и вот так вот, и всеми теми способами, про которые я рассказывал. Разогревающими, разминающими, растирающими. То есть, все продолжаем делать по той же системе, как и раньше. Когда мы подходим к бедру, уже, да, начинаем более подробно прорабатывать колено. Коленную чашечку под ней, над ней, отодвигая мышцы так вот выше, выше, выше. Если у нас женщина, и у нее вот эти видны вот эти вот припухлости, да, ушки так называемые, да, мы их просто более активно прорабатываем и уводим межкредитную жидкость вверх. Кулачком, вибрациями, теми же способом, когда вот мы делали лапу леопарда. Также приподнимаем ногу от стола, работая вверх. И также мы используем фитнес для массажиста, когда захватываем ногу, да, напрягаем бицепс. И корпус тела за счет бицепса приопускаем вниз. Так, чуть-чуть. Раз, раз, раз. У нас получается мы подкачиваем собственный бицепс. Те же приемы используем для лимфоканалов, когда мы их проталкиваем медленно, но верно, снизу вверх к лимфоузлам. Вот здесь вот в паху находятся лимфоузлы, вот так вот. На них, естественно, мы не давим, не нажимаем, ну и в принципе никак не массируем. Может быть только там легко как-то через них пройти, такими легкими массажными движениями. И опять же все наши движения, как вы видите, они идут снизу вверх. Вот здесь находится портняжная мышца. Она крепится вот тут вот под коленкой, идет по диагонали через бедро и здесь крепится к подвздошной кости с этой стороны. Очень удобно встать вот в такую позу, где напротив вашей точки Дантянь находится колено человека, да? Вы одной рукой придерживаете бедро, а другой рукой, вот по этой мышце, вот так вот снизу, вот она как бы сюда снизу идет, идет вот так вот по диагонали, где даже можно почувствовать такую впадинку, вот как бы разделение мышечных структур на две части. Вот так вот по диагонали, и она крепится вот где-то вот здесь вот, здесь вот она крепится. Соответственно мы ее прорабатываем вот так снизу вверх, видите такое вращательное движение, очень удобно в вашей руках на нее ложиться, и как раз именно эту мышцу мы прорабатываем. Она может быть потянута у кого-то, растяжение, особенно вот у спортсменов бывает. Тепло, да, стало? Вот, приятное покраснение появилось. И дальше мы разминаем ногу так же, как и с той стороны, когда делали сзади. Переднюю, ну то есть внутреннюю часть, да, внешнюю часть, общие, захват, да, кольцевой. Работаем на трицепс, работаем на бицепс, то же самое. Трицепс видите у нас напрягается, в этом случае у нас бицепс напрягается. Продолжаем, то же самое фитнес для массажиста. Потом вокруг коленки есть такие точки специальные. Снимите поближе, пожалуйста. Мы устанавливаем пальцы, вот так вот, видите, они как бы формируют уголки пятиконечной звезды. И как нельзя лучше, они попадают прямо на точки, аккупунктурные точки вокруг коленки. Прорабатываем вот эти вот точки. В эту сторону и в другую сторону. Их там достаточно много. Если вы положили человека без подушки, да, или подушка слишком низкая, то можно под коленку подложить кулачок, вот так вот, да, и так же вот проработать, протрясти вот эту коленку. Она должна, как бы, так немножко ходуном ходить, расслабиться, освободиться. После этого сразу поднимаем ногу вверх. И, смотрите, если мы, когда делали участок спины, начинали с той половины, которая ближе к сердцу, то есть слева, да, то с ногами наоборот. Мы начинаем с правой ноги. С правой, а потом с левой. Почему? Потому что сейчас мы будем работать на перелистательку кишечника, и тут процессы идут по-другому, по часовой стрелке, вот так вот. То есть справа, налево они идут, вот так. Здесь мы проверяем просто суставы, как они работают, кручения, вот это, на самом деле, элементы из пост-изометрической релаксации, пир, так называемый, может быть, слышали, да, натяжение проверяем, чтобы нога была прямой, да, а вторая не поднималась, можем вторую подержать. Вот. Такая, по сути, это... Расслабь, 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 сам не напрягай. Это, по сути, получается суставная гимнастика для человека. Или ленивая гимнастика, потому что человек лежит, сам ничего не делает, а мы за него делаем упражнение. Подложив руку вот сюда, под коленку, да, мы нажимаем достаточно силой, для того, чтобы растянуть коленные мышцы, и также можно услышать хруст в этот момент. Потом мы руку кладем сверху на коленку, да, а второй рукой нажимаем на стопу и продавливаем его вверх. Вот так вот. Прокачиваю кишечник, поэтому я просил руки положить чуть повыше, чтобы их не пережимать. Прокачиваю кишечник. Будьте осторожны, эта поза называется газовая, или газово-пускательная. Иногда происходят неоправданные, неожиданные вещи, причем-то, которые портят воздух и портят ваши отношения с клиентом навсегда. Ну, фучу и фучу. Вот смотрите, берем, такой захват делаем, раз, коленку положили вот так, да, и ногу разворачиваем вот в этой плоскости, то есть такую йогу, как будто бы мы хотим посадить человека в позу лотоса. Одной ногой только пока, да. Далее кладем ногу расслабленно вот так вот. Надавливаем здесь на косточку, вот эту бедренную, ищем ее, вот она, подвздошная кость, да. На ней нету мышц, нету лимфоузлов, прямо на ней, да, поэтому ее можно безболезненно давить. Ну, так мягко. А, соответственно, на коленку. Раскачиваем, раскачиваем, и легкое такое надавливание. В этот момент можно услышать хруст, характерный в крестце. Также вот эти косточки крестца, они там расходятся, убираются зажимы. Потом, нажав вот сюда, вертикально, да, вдоль самого тела, второе нажатие мы делаем вот на вот это подреберье. То есть ногу по диагонали, как бы, вот туда. В этот момент у нас очень хорошо открываются ягодичные мышцы, да, и вот бедро, такую вот внешнюю часть. Его проглаживаем вниз. Опять же, получается, по ходу лимфотока, да, кулачком можно. То есть полностью поверхность у кулака. Проглаживаю, продавливаю вот сюда. Локтем можно, ладонью. Так как у вас получится. После этого сразу кладем ногу вот так вот, на ваш большой палец, да, она расслабленно висит. И укладываем вот сюда. Так, чтобы был примерно угол в колене, ну, градусов 15. Если вы хотите еще сделать некоторые мануальные техники, да, то можно, вот так вот, заложив ногу на руку, чтобы она не падала, делать круговое движение к себе. Вот так, и чуть поддерживаю ногу от поясницы. То есть мы, опять же, воздействуем на крестцовый отдел. Опять же, можно услышать иногда хруст. Ногу положили вот сюда. Это мы растягиваем передние и бедренние мышцы, упираясь опять в воздушную косточку. А здесь натяжение руки. Упираемся в подколенную вот эту вот ямку. Вот туда. То есть полудиагонали. Да, примерно минутку так постояли. Отпустили ногу. Согнули ее в обратную сторону. И встаем вот с этой стороны уже. Возлагаем нашу левую ногу, руку, на свод стопы. Для профилактики плоскостопия силы надавливаем и вот так вот и растираем. При этом одновременно наша вторая рука продолжает работать, продавливая мышцы запястьям ладони до его лимфатических узлов. Далее продолжаем тремя пальцами. Здесь находятся три мердиана. Они вот так вот параллельно идут. Тут много точек акупунктурных. Но мы все точки конкретно не будем прорабатывать. А просто вот так вот их подробненько, скоренько вот так вот их проходим, прожимаем, продавливаем. Снимите, пожалуйста, повыше. Видите, при этом эта моя рука не останавливается. Она продолжает массироваться. Двойной такой массаж двумя руками одновременно. Вот эти точки продавливаем и просто легко запускаем, запускаем, запускаем. Далее берем ногу и выпрямляем ее вот таким способом. Ну и я вам покажу на этой ноге. Как мы закончим. Укладываем пятку на свою ладонь, да? А упираемся предплечьем в ее стопу и здесь держим коленку, чтобы коленка была прямая. И вот таким образом практически руки у нас неподвижны, а мы с вами тянем чуть-чуть покачиваемся в сторону корпуса человека, растягивая ахилловые сухожилия, икроножные мышцы, иногда вплоть даже до ягодичных мышц. Чувствую шестижение, да? Нужно надавить. И заканчиваем, конечно, вот такими потряхиваниями, похлопываниями и сбросом энергетики с пальцев. Все, в следующем видеоролике я вам покажу, как мы будем работать с животом. Вот так вот.